Иисус Иисус Христос Стал царем среди царей Иисус Христос Духовный посланник, содержащий Христа с искренним сердцем и благородной верой. Иисус Христос Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских, почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Деяние 17.11.14. Аминь. Люди, живущие в городе Верия, с искренним сердцем слушали апостола Павла, который проповедовал им, что Иисус есть Христос. И они вложили слова Христа в свои сердца и глубоко запечатлели их. Поэтому о них говорили, что они были знатными и образованными людьми с благородной верой. Даже и мы, служители, которые каждую минуту поддаются на ложь дьявола, если с искренним сердцем примем Слово Христа на сегодняшнем богослужении и призовем «Иисус есть Христос!» и станем чадом Божьим, то можем стать духовным посланником с истинной благородной верой. Так давайте же все вместе с радостным и открытым сердцем воскликнем «Иисус есть Христос! Я – чадо Божье! Всем проблемам! Конец! Дьявол! Прочь! Наполнись святым духом! Евангелие всему миру! До края земли свидетелем стань!» Сегодня я расскажу вам историю о чудесном Иосифе, который, подобно народу вере, обладавшей кроткой верой, с искренним сердцем услышал Слово Христово, принял его и вел духовную битву за осуществление мечты о всемирной евангелизации. У Иакова было 12 сыновей, но больше всего из 12 Иаков любил 11 сына Иосифа. Иосиф был очень молод, его мать рано умерла. Выросший в любви своего отца Иакова среди трех мачех и десяти сводных братьев, Иосифу всегда завидовали и ненавидели его. Иаков сделал яркую, разноцветную одежду только для Иосифа. Другим сыновьям он никогда не шел подобной одежды. Увидев это, братья очень рассердились и еще больше возненавидели Иосифа. Почему наш отец любит только Иосифа? Он всегда одевает его в дорогие цветные одежды, которые никогда не давал нам. А как же мы? Это уже слишком! Таким образом, братья ненавидели Иосифа, который привлекал все внимание и любовь своего отца. Однако братьев совершенно не интересовали слова «Иисус Христос, дитя девы, переданные от их отца Иакова». Их интересовало только то, что они видели. Что одевать и что есть? Они верили в Бога, чтобы удовлетворить свою жадность, думая только о народном труде. Однако Иосиф рос одиноким, поскольку всегда над ним издевались братья, но он сильно отличался от них. Иосиф всегда был одинок и мечтал о Божьей работе после того, как услышал от своего отца Иакова о завете в Бытие 3.15 Иисусе Христе, дитя девы, и посеял это слово в своем искреннем сердце, каждый раз думая об этом. И вот однажды Иосифу, верившему в Бытие 3.15 Бога Завета, приснился чудесный сон. В этом удивительном сне фараон, 11 снопов, солнце, луна и 11 звезд преклонили свои головы перед Иосифом. Как только братья услышали о чудесном сне Иосифа, то их сердца наполнились ненавистью и завистью к нему. Однажды по поручению своего отца Иосиф отправился навестить своих братьев в Дафане, которые пасли овец. Тогда братья, увидев Иосифа, идущего издалека, сказали, «Вот, мечтатель идет!» И когда он подошел ближе, они сняли с него цветную одежду и бросили его в яму. Но Иосиф, хоть и плакал, не звал на помощь. Иосиф держался за Бога Завета в Бытие 3.15, который сотворил и призвал нас. В это время братья увидели проходящих мимо египетских купцов, и они продали Иосифу в рабство в Египет. Его сковали цепями, но у него не было ни страха, ни беспокойства. Все потому, что он верил, что Бог, посеявший мечту в сердце Иосифа, «Я хочу сделать имя Господа Иисуса Христа известным всем народам», всегда был с ним, как иммунил, и подробно руководил им. Став рабом, Иосиф пришел в дом Патифара, начальника египетской стражи фараона. Бог с Иосифом также благословил дом генерала Патифара и поля для Иосифа. И пока Иосиф был рабом, он стал секретарем в доме полководца Патифара. Но однажды Иосифа постигло еще одно серьезное испытание. Он был несправедливо заключен в тюрьму из-за лжи генерала Патифара. Что же случилось с Иосифом, который был заключен в тюрьму? Он не огорчался, что надежды совсем нет и не спорил. Кроме того, он не винил Бога. Держась за волю сотворившего Его и призвавшего Его Бога завет мировой евангелизации, он наслаждался собой как чадо Божие, которое духовно боролось со своим неверием, миром и сатаной. Потому что Иосиф знал, что невозможно самостоятельно победить первородный грех, который появился в Бытие 3, стал абсолютно совершенным человеком только благодаря Бытие 3, 15, Мессии и Иисусу Христу, Дитя Девы, который сокрушил голову сатаны. В конце концов, Иосиф получил мудрость Божью и правильно истолковал сон фараона. Тогда фараон сразу сказал, «Впервые я вижу кого-либо, тронутого Духом Христа, как это описано в Бытие 3, 15». Иосиф всегда с искренним сердцем слушал Христа из Бытия 3, 15, держал Его в своем сердце и каждый день призывал имя Иисуса. Поэтому у него появилась благородная, утонченная вера. Вот почему он стал человеком, который производит впечатление на фараона и всех остальных. Теперь, будучи вторым человеком в Египте после фараона, Иосиф осуществил свою мечту как замечательный ученик-евангелист, который открывает имя Иисуса Христа, Дитя Девы из Бытия 3, 15, своему народу, Египту и всему миру. Бог любит нас так сильно, что мы созданы по Его образу. Вот почему он пришел, чтобы спасти нас, пойманных в ловушку первородного греха Бытия 3, где у нас нет другого выбора, кроме как жить, как слуги сатаны, потому что мы отвернулись от Бога и попали в плен силой греха. Бог – истинный царь, принявший человеческое тело и разрушивший дела дьявола на этой земле. Истинный священник, который снял все проклятия и язвы. А также Иисус – истинный пророк, открывший путь к встрече с Богом. И Он умер на кресте, чтобы положить конец всем нашим проблемам и снова воскрес. Как дети Божии, которые также уверовали в Бога Завета, давшего нам Бытие 3, 15, и приняли Иисуса Христа как нашего Господа, мы должны слушать Христа всем своим сердцем и вкладывать его в наши души. И как служитель тройственного статуса Христа, мы должны обязательно вести духовную битву, чтобы разбить скверный мрак в своем теле. Тогда свет появится в вашем сердце и будет освещать путь. Так что, подобно Иосифу, который мечтал о Боге, с кроткой верой, как жителе верии, я благословляю вас стать духовным посланником, который откроет имя Иисуса Христа из Бытия 3, 15 в 230 странах мира. Всемогущий Бог, благодарю Тебя за то, что Ты спас меня от первородного греха Бытия 3, вынужденного жить как слуга сатаны, призвал меня, дав Божью мечту, открыл мне первоначальное Евангелие Бытия 3, 15, чтобы мне уверовать в Бога Завета. Помоги мне стать прекрасной духовной вершиной, которая каждый день с искренним сердцем слушает Христа и вкладывает Его Слово в свою душу. Из благородной веры несет имя Христа в 237 стран мира, борясь в духовной битве, которая разрушает тьму в моей жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»